Пожарная аварийно-спасательная часть номер 2 Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям уже в скором времени переедет в обновленное здание. Здесь сейчас ремонт на стадии завершения. Проведена перепланировка некоторых помещений, завершаются отделочные работы. Пока же техника и личный состав дислоцируются на правом берегу Западной Двины, но после открытия моста они переедут сюда. С условиями службы работников ознакомился лично министр МЧС Беларуси. Внимание уделялось оснащению техникой. Для нас это самое первостепенное значение. Оснащение наших подразделений современной техникой для работы по спасению людей, оборудованием специальным для выполнения тех или иных видов работ по аварийно-спасательной работе. Ну и конечно же это подготовка личного состава. Поэтому уделяем пристальное внимание, будем говорить так, реконструкции помещений, приведения в соответствующий порядок. В ходе рабочего визита министр МЧС также посетил понтонную переправу в Новополоцке. Объект очень важный для города, ведь ежедневно через понтон переправляются около четырех сотен людей, а также специальная техника экстренных служб. Личный состав МЧС ежесуточно находится здесь на дежурстве. К слову, эксплуатация понтона зимой будет зависеть от погодных условий, наличием ледостава. Удалось Вадиму Синявскому пообщаться и с новополочанами в ходе личного приема граждан. Темы затронуты различные, от установки датчиков газа до работы центров безопасности. Ведь профилактическая работа сегодня это одно из основных направлений деятельности МЧС. Все нужно знать, как правильно действовать при тех или иных условиях, чтобы не попасть в беду. Поэтому уделяем этому очень пристальное внимание. В первую очередь, внимание на детей, на социально защищенную категорию граждан, которые, к сожалению, где-то может быть в силу своих физических особенностей здоровья, не могут должным образом себя обслужить. Для нас это очень важно. И абсолютно не случайно, что сегодня на приеме граждан граждан задавал именно этот вопрос по работе центра безопасности МЧС. В Новополоцке центр безопасности МЧС работает уже больше года. Здесь ежедневно проводится порядка пяти экскурсий. Аудитория разновозрастная, воспитанники детских садов, школьники, а также работники предприятий. В центре о безопасности напоминают не только новополочанам, но и жителям других городов. Ведь центр региональный. Глеб Рокофьев, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». Глеб Рокофьев, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». Глеб Рокофьев, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».